Всем привет! Сегодня воскресенье, погода на улице просто шикарная, и мы сегодня решили устроить себе девичник. Но не просто девичник сам сходить куда-то в кафе или еще посидеть, посплетничать. Нет, очень информационный такой и нужный, разбивающий, интеллектуальный, я бы сказала. Мы сегодня идем на экскурсию. Причем эту экскурсию, конкретно именно этот маршрут, я очень долго ждала. Тема будет казимеш, христианский, а, еврейский и христианский. Причем как бы я пригласила своих двух подружек, там сзади идет Ярослава со своей подружкой, нас пять девчонок. Очень надеюсь, что мы сегодня еще найдем где-нибудь, может быть, посидеть, выпить кофе с какой-нибудь вкусняшечкой. Я очень надеюсь, что что-то будет открыто, но это не точно. Так, что должно быть интересно? КОНЕЦ Я очень часто вообще здесь гуляла, но как вы думаете, что у дракона впереди, да, вот это вот, лапы или головы? Нам сейчас экскурсовод сказала, что скульптор подразумевал, что это головы, а я всегда на него смотрела и думала, что это лапы. Мне прям очень интересно ваше мнение, что это головы или лапы. В общем, мы уже начинаем отправляться на экскурсию, сегодня очень тепло, нас очень много и сегодня у нас такая зимушка. Еще раз повторюсь. Продолжаем тему памятников. А этот памятник мы сразу заметили, как только приехали в Краков, это памятник собачьей верности. С ним тоже связано очень интересное, но это не легенда, это на самом деле то, что произошло в Кракове. Собачка целый год по имени Джок, целый год жила в окрестностях Вавеля, здесь недалеко, потому что ее хозяин, к сожалению, погиб. А это мост влюбленных, у него, конечно же, есть другое название, я обязательно вставлю, сейчас мы пойдем поближе. Я не помню, показывала ли я вам этот мост скульптурами, которые в октябре этого года пропали с мостом. Их было 10 и вот сейчас они потихоньку возвращаются. Город их выкупил у автора, каждая скульптура стоит примерно 70-80 тысяч влотах. И сейчас в Краково принадлежат 4 скульптуры, а еще 6 скоро вернутся на этот мост. Так, сейчас находимся в еврейском дворике, то есть кто-то его называет одесским, еврейским, ну, разные названия. Тут вообще, то есть двориком Шинблера, здесь как раз снимали фрагмент фильма известного списка Шинблера. Здесь даже есть еще жилые квартиры, вот такие вот фото на стенах, кстати, вот здесь за закрытыми ставнями когда-то было кафе или ресторан «Конюшня» в переводе называется. «Конюшня» В общем, нашли мы открытую реставрацию, все выглядит вот так. Конечно же, за столиками сидеть нельзя, но это называется заведение «Химера». Мой, получается, сегодняшний обед из капучино. Так, что там у меня еще шарлотка. Вот шарлотка и такой, это маленький застав, получается. Все это стоило мне 32 злотых. То есть, вот такой вот застав, получается, 4 каких-нибудь продукта, здесь вот крокет, платки, запеканка, ну, как, типа запеканка и картошечка, это стоит 16 злотых. То есть, мы все заказали, по-моему, малые заставы, да? Или нет, да? Вот. И, в общем, это все. С кофем весть мне обошлось 32 злотых. Как же мы соскучились, слушайте, по таким заведениям, по каким-нибудь вообще открытым. Все, конечно же, сидят в куртках, в масках. На столиках написано, что сидеть нельзя. В общем, все позже хотим есть. Не закончила я видео вам. Конечно же, в воскресенье мы не просто сходили на экскурсию и сходили просто в кафе посидели. Нет, мы еще продолжили. Мы поехали в гости, приготовили пиццу, позвали, конечно же, Виталика с ребятами. Вот. И хорошо отдохнули. Даже был шоколадный фондан. Кстати, с молочным шоколада не получается фондан. Что, тебе понравился? Ну, Ромке только понравился, потому что он у нас горький шоколад. Только с горького шоколада, с темного получается фондан. Наташ, ну ты лучше расскажи о том, какой сегодня день. Потому что начиналось видео так хорошо. В воскресенье. В воскресенье. Я иду на экскурсию. Да, начиналось видео воскресенье. Сегодня среда уже вечер. Охо! Вот это вы сходили потом после экскурсии в гости. Нет. Где три дня пропало? Я не знаю, где и пропало на самом деле. Ну, как-то вот, знаете, закопались так в рутине, получается, в бытовых делах. Хотя на самом деле новостей очень много. Первая новость, это, конечно же, что все в порядке. С 500 плюс мы оформили. Фу, ну, я вообще, я вообще рад за вас. Спасибо, Виталь. Но, к сожалению, мы, ну не к сожалению, мы оформили только до конца мая, до 31 числа, с 1 января. Поэтому нам сейчас нужно будет, можно, конечно, уже прямо сейчас подать в электронном виде, но Виталик сказал, что он дождется уже, когда можно будет именно печатный вот эти вот внесок заполнять. Он будет делать по старинке все от руки. Ну, тем более у нас еще остались запасные печатные внески. Да, мы брали в прошлый раз больше. Вот, это во-первых. Во-вторых, к нам едут гости. И, если честно... Сейчас, Наташа, подожди, я немножко кастрюльку прикручу, а то она шумит, отвлекает меня. Окей. И, если честно, то есть, ну, гостей ждем, мы планировали, но как-то они так очень быстро, причем меня предупреждали, что в конце недели будут... Что за гости? Семья, которая переезжает с Украины сейчас в Краков, в Польшу, в Краков. И, то есть, мы помогали им немножко с переездом в плане с оформлением документов. Мы... Я заключила договор с детским садом, заключила... Не заключила договор, развела справку со школы, что ребенка готовы взять... А, ну, это я помню, ты рассказывала, да. В этом гости едут уже завтра. По-моему, везут мне конфетки. Да, свитать. Так что завтра буду вечером пить кофе с конфетками, с вкусными-вкусными. Вот. Новостей, на самом деле, много, поэтому завтра очень надеюсь, что я буду вам нормально уже записывать, что я уже, в принципе, отдохнула за эти три дня. И, в общем, снова в бой, снова, в общем, снимаю, вам показываю. Если гости будут не против, конечно же, вам все покажу, расскажу. И, кстати, вот. А вы знали, что на Украине сейчас таблетки продают тоже по рецепту? О, да ты что! Ну, вовремя мы уехали оттуда. Ну, нет, Виталь, с этого, с Нового года, по-моему, я просила мне привезти один препарат, который такой, ну, обычненький, так скажем, от всего, да, на всякий случай. А мне сказали, что уже все, уже, в общем, только по рецепту, представляете? Ну, Украина-цей Европа. Что ж ты хотела? Да, получается, что, да, получается, что Украина-цей Европа. И, слушайте, ну, последние новости меня тоже не совсем радуют. Читала уже новости про массажки, да, что нужно будет одевать именно маску. А мне так понравилось ходить в шарфике, слушайте, так удобно. Но, в общем, нужно будет, скорее всего, сейчас ходить в маске. Ну, конечно, тебе вот все получается, где можно понарушать, ты вот, вообще, всему довольна. Да, вот так. В общем, это были последние новости. Как вам экскурсия, напишите, были ли вообще в этом районе Казимиш. Кстати, я не сделала самого главного, что я хотела сделать в этом районе, вы не поверите. Я не ела запеканку. Да, я оставила это на теплые денечки. И вот, возможно, как раз сейчас будет тепло. Наташ, туда со всего мира еду, чтобы попробовать запеканку. Я, в общем, не поела, да, запеканку. Я хотела в этом день просто посидеть где-нибудь в кафе. Я очень соскучилась. Поэтому запеканку я могу вообще в любой день есть. И даже в любое время суток. Ну, в общем, Наташ, давай так. Так, мы тебя ждем завтра с гостями уже. Расскажешь нам, что к чему, как. Я думаю, гости расскажут, как они доехали, как пересекли границу, если вам будет это интересно. Тем более, смотри. Это было уже, мне кажется, что это было 100 лет назад, но это было всего лишь год назад. Мы, а я не знаю, мы даже, наверное, не все показывали. Как мы искали квартиру, как чего. В общем. Нет, мы не показывали. Мы начали снимать как раз уже с новой квартиры. Первое видео было записано здесь, на кухне. Мы рассказывали о том, как забрать документы с русской школы. Вот, поэтому, если мы сейчас немножечко освежим память, то есть, ну, я думаю, мы ребятам поможем найти квартиру, еще что-то. Ну, это будет хороший опыт. Да, и, возможно, мы все это покажем, поэтому, кому-то, мне кажется, даже будет интересно, как это все правильно сделать. С момента пересечения границы. Ну, да, в принципе, да, неплохо. Ребята полностью начинают, точно так же, как мы когда-то год назад начинали с нуля, с поиска квартиры, поиска работы. Поэтому, если будет интересно, то мы обязательно, в общем, напишем такой план и будем, ну, не напишем, мы будем показывать их действия, что они делают, шаг за шагом. И, может быть, кому-то это и пригодится. Такая инструкция. Наташ. Да? Главное, чтобы они сейчас свой YouTube-канал не завели. Это ж конкуренция, представь. Нет. Ну, ладно. Спасибо за просмотр. Я, конечно, шучу, но на самом деле это будет очень интересно. Плюс, мне кажется, узнаем последние новости, какие сейчас происходят на Украине. Да? Так что, спасибо за просмотр, ребята. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok